По чеховским местам на велосипеде. Сегодня исполняется 155 лет со дня рождения великого русского писателя Антона Павловича Чехова. В честь этой даты Иркутский краеведческий музей проводит необычный квест. Подробности этого мероприятия мы сейчас узнаем у Александра Матрёнина. Александр, здравствуй еще раз. Расскажи, где ты находишься и в чем суть этого квеста. Расскажи, где ты находишься и в чем суть этого квеста. Со дня рождения Антона Павловича Чехова. Ну ладно бы юбилейная дата, но еще то, что Антон Павлович Чехов во время следования на Сахалин проездом побывал в Иркутске. Он находился где-то около недели. И за эту неделю посетил много мест в Иркутске. Что придумали сотрудники музея? Они решили провести квест, велоквест. То есть на велосипедах команды должны будут проехать по всем местам, где побывал Чехов. Чехов плюс Иркутск. Вы можете видеть, что вот здесь проходит регистрация участников. Всего будет три команды, которые будут участвовать в соревнованиях. Они должны будут получить задание. Там будет 10 точек. В команде 3-5 велосипедистов будет. Они должны будут по отдельности или вместе проехать по всем 10 точкам, найти коды, занести себе в путевой лист. И потом уже кто быстрее справится с заданием, тот и победит. Три призовых места. Без подарка никто не останется. Имеются спонсоры у этого велоквеста. И на прохождение велоквеста отводится 3 часа. Вообще, открою маленький секрет. 5 лет назад, 150-летие, когда Чехова было, организовали экскурсию по тем местам, где был Антон Павлович. И вот 5 лет спустя по этой экскурсии пройдет велоквест. Поинтересоваться, как выбирались точки для велоквеста, я хочу у сотрудника музея... Представьтесь, пожалуйста. Ануфриев Александр, начальник отдела Иркутского областного краеведческого музея. Александр Валерьевич, по какому принципу Вы выбирали точки? В принципе, точки выбирались по абсолютной аутентичности. То есть, они реально связаны именно с пребыванием Чехова в Иркутске. Да, он был в Иркутске достаточно немного, всего лишь 7 дней, получается, по традиционным воспоминаниям. Но, тем не менее, несколько точек, которые теснейшим образом связаны с ним, обязательно мы выбрали. Говорить, какие мы не будем, потому что рядом стоят у нас наши участники. Ну и плюс к этому мы постарались показать и Иркутск в этот период. Потому что есть точки, которые, скажем так, упоминают своих воспоминаниям Чехов. А есть точки, которые, в принципе, были. Он видел эти дома. И поэтому мы постарались сделать этот квест достаточно интересным. Спасибо, Александр Валерьевич. Я хочу сказать, что участникам велоквеста можно пользоваться мобильной связью, планшетами, всем чем угодно, что они смогут найти. То есть, получают задания, своими знаниями пользуются или знаниями, которые находятся в Википедии, в интернете, там везде. И едут, ищут. Хочу вот спросить одного из участников. Александр, как вы готовились к этому велоквесту? Посмотрел в интернете, зашел на интересные исторические сайты в городе Иркутске. Ну и узнал для себя много интересного. То есть, раньше я был в усадьбе Мелихова, если не ошибаюсь, под Москвой у Чехова. Но как-то вот особо, ну особо меня не впечатлило. Сейчас я посмотрел о его творчестве и как бы заинтересовался. Ну мы желаем вам удачи. Удачи. Яна, ну велоквест начинается с минуты на минуту, тебе слово. Александр, а почему ты сам без велосипеда? У нас более такой комфортабельный автомобиль, потому что мы стараемся охватить все события в Иркутске. Хорошо, Александр, мы будем ждать и дальше твоих прямых включений. Напомню, на связи со студией был наш корреспондент Александр Матрёнин. В соседней Бурятии с неба падает военная техника. Официально подтверждена информация о том, что во время учений боевая машина десанта упала из-за нераскрывшегося парашюта. Однако версия о том, что в результате этого ЧП возник крупный лесной пожар, пока не подтверждается. Ранее местные жители сообщали, что недалеко от Улан-Удэ во время учений на парашюте спустили танк с боеприпасами. Но парашют не раскрылся и танк рухнул на землю. Однако по официальной версии упала все-таки боевая машина десанта БМД-2. Напомним, в Бурятии сейчас проходят крупные двусторонние командно-штабные учения соединений воздушно-десантных войск и подразделений Восточного военного округа. Вместе с тем в непосредственной близости к Улан-Удэ бушуют лесные пожары на площади 150 гектаров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова